Проклятье, блин, погода прям не то, что нужно для того, чтобы снимать там плюс 3 градуса, дождик капает, но это ничего страшного, здорово, с вами снова Андрей Скутерец и сегодня я попытаюсь вам рассказать про вот этот вот легендарный мотоцикл под названием Honda X4 LD. LD, что это вообще значит, LD, это круто в принципе, но LD по ревиатуру расшифровывается как lowdown, то есть заниженный, по сравнению с предыдущими версиями этот мотоцикл действительно заниженный, он отличается тем, что у него более низкое седло, другие амортизаторы с красными пружинами и другие передние диски тормозные, больше он ничем практически не отличается, чем он еще-то отличается? Да не написано в таком википедии. Ну короче, походу еще чем-то отличается, но везде пишут, что только этим, но я говорю, может быть еще чем-то другим. Так вот, что же такое Honda X4? Это Honda CB1300, только перемодернизированные и по-другому выглядящие. Да, вот это трубы, обилие хрома и нержавеющей стали и стоят офигенных денег. И как вы думаете, откуда я беру деньги на все эти мотоциклы? Бабушка дает. Нет, шучу. Я их поднимаю вместе с проверенной компанией OneWin. Потому что у них самые быстрые выплаты, широкая линия и высокие кэфы. А начать действовать очень просто. Открываем сайт или приложение с любого устройства, выбираем свое любимое событие в лайве или линии, нажимаем на подходящее нам и все готово. А по промокоду 123TEAM вы можете получить 200% к первому пополнению. То есть, закинули 1000, а получили 3. Все очень просто. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ну, в общем, даже у самих японцев где-то там в заводских этих закромах написано, что это Honda CB1300DC или как-то так. Но для людей, для обычных, он называется X4. Короче, это родня Сибихи, но мотоцикл абсолютно совершенно и полностью другой. Здесь только двигатель, наверное, от этой Сибихи и то немножко переработанный. Так что же это такое? Никто не знает, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Все спорят, что же это. Пауэркрузер, классика или драгстер. Даже драгстер ему его называют, исходя из того, какой формы у него сиденья. То есть, чтоб жопа упиралась и ты не слетал, когда жутко разгоняешься. Да и в принципе, по форме он такой собранный, мускулистый, здоровый. Может быть, это даже Power Red Custom, что-нибудь такое. В общем, непонятно, что это. Но я бы назвал все-таки это пауэркрузером, потому что выглядит он мощно реально, потому что он, блин, вот такой широкий, короткий. У него огромный мотор, в нем куча дури. Поэтому пауэркрузер пускай будет. И все сравнивают эту штуковину обязательно с V-Max. Потому что когда-то там, когда его выпускали в 97-м году, говорили, что этот мотоцикл выпущен в ответ на V-Max. Он даже выглядит практически так же, как V-Max. Те же формы, та же сидуха, те же две выхлопных трубы, которые торчат одинаково, точно так же в две разных стороны. В общем, прямо реально, как будто бы перед нами стоит V-Max. И все его чмырят за то, что он слабже, чем V-Max. Причем намного. В V-Max 145 лошадиных сил в топовой комплектухе. А в этом всего лишь 100 лошадочек. Но сравнивать их вообще бесполезно, потому что это абсолютно разные мотоциклы. Это разные стили езды. И сделаны они вообще для разных дел. Так вот, для чего же сделан этот мотоцикл? Ну, во-первых, после того, как я на нем прокатился, я могу сказать, что он сделан для того, чтобы на нем просто стремительно по хорошей прямой дороге ехать прямо. Ну, с поворотами, естественно. Ну, просто он тебя устремляет прямо. Я бы назвал этот мотоцикл трамваем. Потому что просто никакого звука, никакой вибрации. Ты втыкаешь пятую передачу с 50 км в час и до 200 просто устремляешься хрен знает куда. Вот прям в ту точку, которую ты видишь на горизонте. Это безумный мотоцикл, на котором крайне приятно ехать, гонять, поворачивать и делать вообще практически все. Почему практически? Просто все на нем приятно делать. На нем реально кайфово ездить. А что касается V-Max, это гребаная хреновня, которая постоянно пытается тебя уничтожить, которая не рулится, которая на ходу вся складывается, рассыпается и при этом жутко валит. Короче, V-Max сделан для того, чтобы на нем пердолить и сходить с ума. А этот мотоцикл сделан для того, чтобы на нем кайфово ездить. Поэтому они абсолютно разные и сравнивать тут все бесполезно. Тут мопед безумный, кривой, косой, валящий. А этот мопед прямой, кондовый, железный, едущий четко, тихо, блин, и уверенно. Ну, надеюсь, концепцию данного байка я до вас донес правильно. Что касается самой модели, выпускалась она с 1997 по 2003 год. И как раз, по-моему, последние три года это была версия LD, которая заниженная, которая типа более спортивной считается и более классненькой. Перед нами стоит мотоцикл 2002 года. Он в абсолютнейшем стоке. Здесь просто нет никакого колхоза. За исключением одной детальки, только вот этого вот пульта. Точнее, машинки сцепления. Здесь стоит вот такой вынос и пара синеньких вот этих болтиков, которые идут на тормозные шланги. Все. В остальном он абсолютно стоковый, абсолютно идеальный. И такой мотоцикл был приобретен за 300 тысяч рублей. Это не очень дорого, учитывая его надежность. За все это время у него менялось только масло, блин. То есть просто неуничтожимый двигатель, неуничтожимая подвеска, охренительные тормозы. Тут все железное, тут ломаться нечем. Никаких проблем с обгонными муфтами, со всякими такими косячками. Вообще в него с Японией до сих пор не лазили. Опять же, кроме замены технических жидкостей. Все это безумно надежный мотоцикл, у которого нет никаких проблем. И это все за 300 тысяч рублей. Ну а теперь походим вокруг него и посмотрим, что тут где есть. И порассказываем немного. Начнем с двигателя. Нет, не начнем мы с двигателя, потому что мы начнем с его веса. Потому что потом дойдем до двигателя. Короче, мотоцикл у нас целиком заправленный, со всеми жидкостями, весит 270, блин, килограмм. Это очень много, это дохрена много. Но при этом он настолько низкий, что держать его на месте в ногах и поворачивать достаточно просто. Нет такого, что он огромный, тяжелый, с ним тяжело справиться. С ним даже девочка справится. Я реально говорю, он крайне легкий, его можно ворочать просто как захочешь. И из этих 270 килограмм, блин, двигатель весит 140. Вы понимаете, половина веса мотоцикла это только двигатель. Потому что он просто здесь гигантский. 1300 кубических сантиметров. Рядная четверка. Вроде бы как звучит устрашающе. Типа должен там крутиться, бешено валить, жутко, и вообще рычать, пердеть, блин, и все такое. Но нихрена. Здесь стоит дефорсированный двигатель от Honda CB1300. Здесь другие карбюраторы. Возможно, по железу немного переработанный двигатель. У него 100 лошадиных сил всего лишь. Сейчас это звучит не так уж и много, когда есть спортбайки по 220 лошадей. Но сотка, блин, это дохрена. Особенно, когда у тебя еще 130 ньютон на метр крутящего момента. Это на секундочку больше, чем в самой новой Африке Твин. 130 крутящего момента. Это настолько, блин, безумная жопа, что ты можешь трогаться, наверное, передачей с третьей. А на 50, как я уже сказал, втыкать пятую, давать газу. И вообще без всяких там разгонов, подрывов, турбоямы, как на Спартак бывает и все такое. Прямо сразу разгоняться до его предельной скорости. Ограничитель здесь, кстати, стоит на 185 примерно километрах в час. Я уже прокатился на нем. Его прям начинает дергать. Он дальше не разгоняется. Но чтобы его снять, нужно под фарой откусить всего лишь один проводок. Мотоцикл будет ехать настолько, насколько он просто сможет. Может быть, там 220-230. Один проводок только перекусить. Короче, монструозный, тяговитый, безумный двигатель. И при этом при всем, вот эти два огромных глушителя здесь стоят, 1300 кубов. Мы берем, запускаем его. И что это? Что это, блин? Что это? Звук просто грустный. Его вообще нет. Что это? 1300 кубов с таким звуком. Но в этом его фишка. Я его назвал с дядей Олегом, кто является владельцем этого аппарата, трамваем. Трамваем, потому что у него жуткая тяга у трамвая. Он разгоняться может очень резко, электротяга, все дела. И звука никакого нет. Так вот здесь то же самое. Он устремляется вдаль, ну просто так, что обосраться. Он делает это плавно, но настолько монументально. И, блин, вжимает тебя в сиденье, что это пипец. Я не знаю, как это описать, это надо пробовать. И при этом от него нет никаких вибраций. Вот просто посмотри, вот стоит мотоцикл. Вы видите вибрацию? Вот подойди, Дмитрий, сними ручку. У вибрирующих мотоциклов видно прям, как трясется руль. Здесь немалейшие вибрации. Ты его когда заводишь, ты сидишь и не понял, завелся он или нет. Особенно, когда ты где-то в городе и везде шумно. Звука нет, вибрации нет. Это просто изумительно. Охрененный двигатель. Он мне жутко нравится. Но, конечно, из-за того, что он так тих пердит, попантоваться там не выйдет перед девочками. И в междурядиях погазовать, чтобы тебя пропустили. Но это люди разные, разные вкусы. Мне, короче, похвали, вот это мне реально понравилось. Ну так вот, 4 карбюратора. Кейхен нафиг вакуумных. 5 передач коробочка. 6 здесь нет. Хотя 6, кстати, не хватает. Хочется ее включить. Но на 4 он в отсечке едет максимальную скорость. Ты втыкаешь пятую, и он не разгоняется. Дальше он едет с той же скоростью, только обороты падают. Это как вздесно. Ограничитель ее снять, все будет четенько. Короче, на этом мотоцикле реально можно ехать на одной передаче целый день. И с любой скоростью практически. Что еще про него можно рассказать? Про него рассказывать больше особо нехрен. Потому что это просто груда железа, в которой нет ничего лишнего. Никаких систем, блин, никаких АБСов. Ни хрена вообще нет. Вот это огромный мотор, полудуплексная рама, корбы, блин, глушаки. Вот это вот безумное седло, чтобы ты не соскальзывал. И, блин, огромный бак. Ну, как огромный? Он мускулистый, но в нем всего лишь 15 литров лазит. Вот, кстати, жрет он по трассе примерно пятерку, в городе где-то десятку. Едем дальше. Просто ходим вокруг и смотрим. Амортизаторы здесь стоят красные с выносными резервуарами. Два по бокам, маятник. Цепь здесь, кстати. И вот это вот жуткое заднее колесо. С той стороны его будет видно лучше. Оно, опять же, выглядит монументально. Оно сплошное, вы понимаете? Тут никаких спиц, никакого. Просто сплошное нахрен колесище. Это, опять же, подчеркивает его безумную эту самую мощину, блин, и то, что... Он на заднюю даже может вставать. Дядя Олег сказал, он вставал на нем на заднюю, но это страшно. Короче, долбануться. Ладно, едем дальше. Что мы здесь видим? Задний пассажир. Передних пассажиров не бывает, кстати. Раскладываем подножки, присядем, посмотрим, как он себя здесь чувствует. Ставя ноги прямо на глушители, кстати. Короче, мотоцикл... Ну, не совсем для пассажиров, он реально будет сидеть, как у шлепана здесь. И... Ну да, долго на нем лучше не ездить. Сзади мне было бы и страшно, и не совсем комфортно. Что же спереди по посадке? Я метр восемьдесят ростом. Плюхаешься просто вниз, как будто жопой на асфальт. И охреневаешь от того, вот, какой у тебя металл в руках. Просто жуткий, вот этот стремительный, мускулистый. А руль малюсенький. Он просто вот на этих огромных выносах, прямой практически руль и очень узкий, как на скутере. То есть, чтобы с ним совладать, нужно крылья подкачать. Это определенно. А вот ноги, из-за того, что подножки очень высоко, опять же, стоят под острым углом. Поэтому по ногам здесь не очень комфортно. А по жопе идеал просто. По тому, как руки лежат, идеал, но узенько. И спина тоже адекватно себя чувствует. Вот, кстати, когда на нем ездишь, еще ноги на глушителе часто ставятся, даже у водителя. И здесь все продумано. Даже вот такие вот специальные накладочки, чтобы обглушитель, вот этот хром, не стирать, точнее, ногами. Пипец. Он еще и продуманный, этот мотоцикл. Ладно, едем дальше. Жидкостное охлаждение. Хотя, при этом, при всем, у него есть ребра охлаждения на самом блоке. Но это, видимо, потому что старые разработки, недостаточно, может быть, этого охлаждения. Поэтому тут двойное охлаждение сразу есть. По приборке очень интересная схема здесь. На баке, прямо где заливная горловина, еще вот такая платформа установлена. Здесь у нас индикаторы топлива и температуры. То есть, все вы можете проконтролировать, но выглядит это настолько кондово и жестко, что прям это выглядит кондово и жестко. Реально крутая фигня. В остальном, приборка, как у всех старых мотоциклов, нормальный спидометр, который, видно, до 180 размеченный. И еще небольшой экранчик. И огромный тахометр, чтобы вы видели обороты. Обороты здесь больше четырех, наверное, вообще не поднимаются, когда ты едешь. Я, конечно, с непривычки на нем начал газовать, там до семи его крутил или что-то такое. Но это дичь. На нем только на низах надо ехать и кайфовать. Вот эта фигня здесь прикольная, мягкая, на приборке стоит. Кстати, кнопочка здесь какая-то внутри поворотники. Все есть для жизни. По всем кнопочкам все как у всех, короче, все как надо. Передний тормоз дисковый. Их даже два двухпоршневые суппорта. Их хватает нормально, чтобы осаживать этот мотоцикл. Кстати, тормоза Nysin здесь стоят. Очень крутые. Сейчас бы спортоводы сказали, что это не очень крут, когда они двухпоршневые. Они не двухпоршневые, они четырех нафиг поршневые. Я не знаю, как так, но везде говорят двухпоршневые. Ну их хватает здесь, хватает. Диски передние огромные, задние поменьше. Однопоршневой суппорт сзади стоит вот такой вот. Вполне, вполне хватает для этого мотоцикла. Но остроты в этих тормозах прям такой безумной нет. Чтобы прям нажал двумя пальчиками и сразу в стопе пошел. Не. Но его осаживает как надо. Блин, вот хожу я вокруг него и не знаю, что говорить про фару сказать. Про то, что вилка у него классическая, неперевернутая, огромная и железная кондова. Да вы и так все видите. Нехрена здесь рассказывать. Просто железный, мощный, блин. Вселяющий в тебя уверенность. И, блин. Не, яйца все-таки в МАКС вселяет здорово. А этот уверенность вселяет только. И это самое. Дуги здесь стоят дополнительно, чтобы когда роняешь его защитить. Все-таки байк очень такой раритетный и в офигенном состоянии. Поэтому его владелец поставил дуги. И больше здесь ничего нет того, что не должно стоять на этом байке в стоке. Он просто в идеальном состоянии. Я вот смотрю на него и кайфую. Не, ну я посмотрел на него. Я уже не знаю, что тут про него еще рассказать. Сравнивать его МАКСами, говорю, все это фуфло. Реально отдельный, классно выглядящий, мощный, красивый, блин, вообще кайфовый мотоцикл. Теперь перейдем к экшену под дождем. Ну что же, давайте прокатимся на хачике. Наконец-таки самая главная, блин, часть видео. Экшенчик. Все постоянно перематывают, походу, именно сюда. И описание даже не смотрят и расскажут. Запускаем. И вообще ничего не происходит. Просто ничего. Он как стоял, так и стоит. Никакой вибрации. Абсолютно. Я ничего не почувствовал, когда его запустил. Вот первое впечатление. Я на нем прокатился один раз, и то пять минут, и то месяца три назад. Я вообще ничего не помню. Так что впечатление реально первое. Звука почти нет. Вы слышите только мой ор сейчас. Ни выхлопа, ни вибраций, короче. Нифига. Просто как стоял, так и стоит. Как будто электрический мопед завел. Это просто удивительно. Хотя бы под жопой у меня литр триста, блин, кубов. Ой. Ой, какая газулька у него резкая. Сидеть на нем очень неудобно. Исключительно в плане ног. Вот опять же первое ощущение. Все рассказываю, как в первый раз. Жопа вообще охренительная. Она обнятая сиденьем. Она задом упирается вот в этот изгиб. Реально драгстер. Просто, чтобы жопа не слетала, когда ты газа на нем даешь. Все для этого здесь сделано. Это офигительно. Положение спины нормальное, прямое. Блин, не могу привыкнуть к этому сцеплению. Но ничего, сейчас прокачусь нормально, начну его нажимать. Короче, по посадке все неоднозначно. Она нормальная. Ненормальная. Нифига не могу сообразить. А по рулю в чем заключается здесь особенность? Так это в том, что он очень короткий. Он узенький. Он прямой и узенький. Ты держишься, как на каком-то 50-кубовом скутере. То есть вот вообще на нормальной мотике ты сидишь, у тебя руки хоть вот так как-то расставлены. А здесь просто держишься вот за эту палку. То есть, чтобы с ним совладать. Ну, тут нужна либо ловкость с привычкой. Типа тут и жопой надо как-то рулить, мне сказал дядя Олег, который является его владельцем. Либо надо быть очень сильным, чтобы этим маленьким рулем 270-килограммовую тушу вертеть. Короче, посадка, вот эта вся эргономика очень необыкновенная. Но по жопе и спине и рукам, в принципе, офигительно удобно. Ну и, кстати, удивительно то, что при его весе в 270, при том, что у него котлы вот так вот высоко, вроде центр тяжести должен быть высоченный, он должен легко валиться. Но я его шатаю на самом деле прям очень легко по сравнению с некоторыми мотоциклами. Ну, что я просто сильно очень стал, но мне кажется, что вот прям вообще он легкий в управлении на месте. Нет такого, что ты его наклоняешь, что у тебя нога вот-вот сломается. Триумф, который я тестировал, например, недавно, я бы не смог так наклонить. А тут вообще не страшно. Может, потому что седуха очень низко стоит, и ты все это жопой контролируешь, конечно. Реально интересный мотоцикл по эргономике и по управляемости. И самое удивительное, что на второй, конечно, он до сотки дошел, но он и на пятый поедет эту сотку. Тут переключаться надо чем раньше, тем, блин, лучше он поедет, потому что у него офигенный крутящий момент именно снизу. И в этом вся странность этого двигателя. Там говорят, что он слабее во Максе, говно полное, но у него тяга просто безумная. Ты на нем на пятой передаче можешь ехать, блин, от 20, наверное, километров в час и до 200. Итак, 40 километров в час сейчас сделаем примерно. Переходим на четвертую. Едет, тянет, едет, тянет на четвертой с сорока. Вот, сорок, четвертая. Блин, ну до 50 уже дошел. Даем газу. Ему похрен, он разгоняется дальше. Теперь опять же те же самые 40 километров в час. И сделаем-ка пятую передачу. Блин, не, походу 40 не выйдет, опять что-то на 50. Ну а вот 45, пятая передача, даем газу, он едет. Да ему похрен, вы понимаете, вообще похрен. Я даже, как, я гасну и пол кручу, тут длинноходная ручка. Если на нем в пол дать с такой скоростью, он еще быстрее начнет разгоняться. Ну сейчас, наконец-то, мы сможем подразогнаться и посмотреть, как он ведет себя на скорости по дороге. Так, там полует. Да, что-то он очень быстро разгоняется. Что-то, что-то после сутки он очень быстро разгоняется. Я даже не знаю, слышно меня или нет. Надеюсь, слышно. И вот на такой скорости я еду на пятой. Опять же, ни о чем не думаю. Мне ничего не надо переключать. Я поддаю газу и устремляюсь вперед. Хотел про подвесочку рассказать. Ну, полноценно-то ее оттестировать не удастся за такой короткий промежуток времени. Типа, я тут покатался по селу, максималочку. Ну и на треке на этом мотоцикле делать нечего. Это же типа, либо Дракстера, либо Павел Крузер. Никто не знает, что это на самом деле. Ну, на нем, короче, по прямой газу надо давать и ехать. Так что подвески тут говорить особо нечего. Но она есть. Вот сейчас я проехал по нашим дорогам. Никакого дискомфорта. Ну, во-первых, тут седуха огромная. Тут даже если бы вообще не было подвески, я бы, наверное, нормально себя чувствовал. И при этом он не расшатывает. Она не мягкая, не ватная. Она нормальная, упругая, именно подходящая этому мотоциклу подвеска. Не хватает только квикшифтера реально, чтобы устремляться вдаль. Потому что первые четыре передачи здесь улетают очень быстро. Из-за того, что у него момент внизу. На нем реально за первую секунду пять передач надо отчелкать. И все, и разгон получается. Кстати, заявленный разгон здесь четыре секунды всего лишь. До сотки. А для такого древнего, тяжеленного аппарата это офигенно. Четыре секунды. Так, блин, большинство машин не едет. Четыре секунды. Это очень круто. Но этот мотоцикл, ну, такой способен. Но не я. Я не смогу за такое время разогнать. Потому что на нем надо долго, во-первых, покататься, чтобы понять, в какой момент именно здесь надо переключаться, чтобы максимально быстро разогнаться. Потому что тут реально размазан момент ужасно. Тяжело понять, когда пора переключиться. На нем можно ехать что так, что так. Ему пофигу. Вот реально. Он в поворотах сопротивляется. За счет чего это происходит, хрен его знает. Но его владелец мне так и сказал, рулить нужно жопой. Я хрен знает, как возможно рулить жопой. Не пробовал. Но походу здесь это нужно. Я уже потерялся в передачах вообще. Еду просто по тахометру. Лишь бы глохнуть не начал. Мне кажется, это вообще один единственный мотоцикл, на котором можно запутаться в передачах и ехать на высоких, на низкой скорости и не заглохнуть. Ну что там, для новичка, не для новичка. Для новичка, да, на нем легко, кстати, трогаться. Очень. Потому что он никогда не заглохнет на нем на первой. Да надо сейчас попробовать даже. Я сейчас попробую бросить сцепление на первой. Поедет он или не поедет без газа. Так место не совсем удачное, я, конечно, выбрал. Ну ладно, здесь я хотя бы вижу, что там за поворотом, знаете, происходит. Просто на месте стоим с сцеплением. Да ладно. Ну это я плавно отпустил, а если резко. Не. Резко заглох. Но все равно. Здесь шанс того, что новичок стартанет намного выше, чем на любом другом мотоцикле. Но он нихрена не для новичков, потому что управление это железный монстр. Нахрен он валит, хоть и плавно, но он валит жутко. И он реально тяжеленный. Асфальт, как бздец, скользкий. Я просто ногой скольжу и как будто по льду это делаю. Не знаю я, как я сейчас буду максималку замерять. Но постараемся. Так уж и быть. Боковой ветра не будет, значит не подскользнуть. Вообще ненавижу в такую погоду ездить. Ну что поделать, наступила зима. Какая вот сейчас интереса, третья или четвертая? Полторы тысячи оборотов и пофигу. И едет. Что по коробке там можно сказать? Втыкается все изумительно. Четко. Я вот ни про что сейчас не рассказываю. Ну потому что у меня просто к нему нет никаких претензий. Обычно там когда чувствуешь, что что-то не так, начинаешь орать. А здесь вообще все так, кроме посадки вот этой, рулежки его. Вот он и прямичок. Сейчас короче, хоть тут мокро-скользко, но попробуем его разогнать до его пределов. Ограничитель где-то на 190 должен быть, но возможно его и нет. Ладно, поехали. Вот я только сейчас в пол дал. Блин, стрёмно. Визор потеет, я не вижу в каком состоянии дорога. Сейчас реально меня сдует нахрен отсюда. А тем временем, уже 180, я на предельной передаче. И что-то как-то я не напрягаюсь вообще. Что-то я вообще нифига не напрягаюсь. Я не понимаю, что сейчас произошло. Какого фига? Блин, я еще и руки на нем могу отпустить, а он в сторону не уезжает в отличие от кривого VMAX. Какого хрена? Я сейчас ехал 180 на мотоцикле, у которого ни хрена нет ветровика никакого. Типа это его предельная скорость, но он это делал настолько кайфово. Меня ни хрена не сдувало. Я не знаю, что это за... Как это? Я на бумерик, когда поехал, вдалеке 160 не мог ехать, в этом же шлеме меня сдувало нахрен. А сейчас я еду, 180, то есть на 20 километров, меня не сдувало. Что за магия? Что это сейчас было? Я не понял ни хрена. Я реально ни хрена не... Он... Блин, он как-то... Он как-то едет спокойно. Я сейчас ехал, но я не верю в то, что я ехал 180. Но спидометр здесь правильный. Он здесь не лагает, это уже проверено. Я, конечно, больше мог поехать, но у меня визор спадел. Сейчас я попробую с приоткрытым визором поехать, чтобы дорогу хотя бы видеть. Ну, это что-то за гранью. Он как-то... Он как-то странно это делает. Слишком уж спокойно на нем. Реально, походу, скорость не чувствуется. Вообще на нем сдохнуть как нифиг-нафиг с такими-то параметрами. Ладно, газ в пол не буду разгоняться, а то сорвется по этой мокроте он. Кто-то на дорогу решил выбежать, когда замеряю максималки тут. Все, поехали. Ё-моё. Да что за фигня? 6-й не хватает. О-о-о-о-о! Гребешитель! Да! Я даже немного подопосрался только что. Потому что реально на дороге скользко. И у него на... После 180, я не знаю, какая-то скорость уже на этом делении. Ну, грубо говоря, наверное, 185 или что-нибудь такое. Как задергало его! Прямо как будто за жопу тебя схватили и тянут назад. Я думаю, он сейчас подскользнется даже от этого. Но нет. Не так сильно его дергает, чтобы на нем подскользнуться. Сейчас все-таки достаточно... Не, ну как-то нельзя про это понять сказать, что он безопасный. Он деревянный наглухо. Точнее, железный. Он нифига не безопасный. Но я думаю, японцы не сделали бы такую фигню, чтобы на ограничителе его юзам понесло по мокрому холодному асфальту. Короче, пипец. Все, это была его максималка. 185 примерно. Хотя дядя Олег мне говорил, что он у него 210 едет. Не знаю, как так получилось, но сейчас я прям держал газ, а он... А-а-а-а! И все. Ну, с другой стороны, скажите мне, а кто вообще часто ездит больше 180 на мотоцикле? В дальняк все едут 120-130 нормальные люди. По городу все едут вообще... Ну, иногда превышают, конечно, но 110 там максимум бывает. Да какой 110? Это по трассе. А по городу вообще 80. Блин! Ему скорости за глаза хватает. И при этом на этой скорости он делает все спокойненько. Вот прям вообще. Вот прям вообще спокойненько. Я еду на ограничении, уже его дергает. А мне похрен, я не чувствую, что я еду. И, кстати, по прямой он стоит очень офигенно. Хоть асфальт и мокрый, и страшный, но он едет офигенно. Я не знаю, это магический мотоцикл. Короче, я прямо сейчас уже могу вердикт по нему сказать. И я бы на нем катался, и я бы его себе купил. Вот прям вообще взял бы, и нахрен купил, и катался. Конечно, с пассажиром на нем не поездишь далеко. Как сказал дядя Артемка, да, я посмотрел в обзор перед этим видео тоже, чтобы хоть знать, что это такое. Возить сзади пассажира на этом мотоцикле дальше, чем на 300 километров, это значит его не уважать. Потому что пассажир здесь сидит, как гребаный шлепан. Ну и, в принципе, водитель тоже. По ногам. И по рулю, вот по этому узкому. А так мне вообще комфортно, я не напрягаюсь. И ноги, кстати, у меня не сильно напрягаются, к нему привыкнуть тупо надо. Я первый раз сел офигел, но привыкнуть можно. Но все равно ноги устанут. Если долго ехать вот в таком положении, когда они согнуты, чуть ли не как на спорте. К эргономике к этой привыкаешь. То есть тормозом задним я уже могу пользоваться, но ногу переставлять приходится. Но и с передачами то же самое. Но поначалу прям тянешься вперед куда-то. И ноги вообще, вместо того, чтобы поставить на эти лапки, ставишь как раз на тормоз и на переключалку. Но это дичь. Вот сейчас был бы не так холодно, я бы визор вот так распорхнул и просто вот руку одну отпустил бы и ехал и кричал бы, как мне хорошо. Я еду, будто бы на электричке на какой-то. Вот я так кайфовал на электромотоциклах, когда ездил. И вот сейчас я еду и так же кайфую. Хоть он и жужжит, и он бензиновый, но он жужжит очень тихо, нахрен. Я никогда к этому не привыкну. Это кайфово, мне прям смеяться хочется. И радугу ездить. Ё-моё. И при этом оборотов нет этих грёбаных, зашкаливающих, которые так надоедают иногда. Ты едешь на холостых. Но опять же, везде есть свои нюансы. С пассажиром, да, не погоняешь долго. Хотя есть пассажир отбитый. Там можно на край света, даже на Альфе уехать. Так что мотик определённо имеет место быть. И я бы себе такой купил и прям каждый день кайфовал. Ещё интересно то, что ты на нём сидишь, ну реально очень низко. Практически жопой по асфальту вскребёшь. ЛДХ это ведь лоудаун, заниженный. То есть сидение ниже и амортизаторы другие, возможно, они тоже пониже. Мне очень понравилось. Всё, больше я ничего сказать не могу в этой покатухе. Определённо, очень кайфовый аппарат. И таких аппаратов, я думаю, больше нет. Которые могут так же офигенно, тихо и в любом режиме, в котором ты хочешь ездить. Вообще точно нет. По крайней мере, под моей жопой такого не было. Надеюсь, вы всё поняли, что я вам рассказал. Если у вас есть что дополнить, чтобы я сам для себя развивался и понимал, что я не договорил про этот байк, пишите обязательно об этом в комментариях. А я, пожалуй, всё-таки его назову трамваем. Да, это определённо трамвай. С вами был Андрей Скутерец. Пишите комментарии, ставьте обязательно лайкосики и дизлайкосики, если вам не понравилось, конечно. Всем до свидули. Субтитры подогнал «Симон»